В разгар эпидемии, учитывая какая жара стоит в эти дни, десятки пенсионеров из Бельц вынуждены вставать ни свет ни заря. А все для того, чтобы занять очередь к единому окну местной мэрии. Люди говорят, что хотят заполнить документы, чтобы получить социальную помощь в холодный период года. Проблема в том, что пенсионеров принимают только до полудня, а за это время можно подать лишь 15 обращений. В Бельском муниципалитете говорят, что делают все возможное, чтобы не допустить большого скопления людей. Я с нас не получил. Я кому-то так. Достоверение на дом. Да, документы. Михаилу Костецкому 72 года. Он инвалид второй группы. Сегодня пожилому мужчине пришлось проснуться в 2 часа ночи. А поскольку денег на такси нет, до места назначения пришлось идти пешком. Ну и сегодня пенсионер не смог подать документы, чтобы воспользоваться социальной помощью. Никого по дороге не было. Сам пришел. Сложно, но что поделать. Пойду домой и приду в понедельник. Пораньше. Часа в два, а может в час. Люди сетут, что сотрудники единого окна не справляются с большим количеством запросов. В итоге пожилые вынуждены переносить жару на ногах. Сегодня утром она пришла и сказала, не больше 15 человек я сегодня приму. А тут список на сегодняшний день 63 человека. И люди перевынуждены приходить так рано, потому что они заказывают справки. А эти справки действительно 20 дней. Думаю, нужны скамейки и вода. Есть тут и больные. Мне 77 лет. Я должна не знаю сколько стоять на ногах. Сегодня попасть так и не удалось. С 3 часов ночи я вот здесь сижу и жду свою очередь. Вчера я пришла в 7.20. Я была 56-я. Конечно, уже я никуда не могла пройти. Вчера документы принимал лишь один сотрудник. Сегодня справиться с запросами не смогли даже двое. 3 часа ночи. На такси приехала, 3 стреля дала. И стою вот. Я не знаю, почему не сделать так. Вот, например, чтобы сказали, что запись сделает. Вот столько, столько, чтобы человек не шел, не мучился. И почему не дать побольше сотрудников, чтобы не было этой толкучки, чтобы не было этого столпотворения. В мэрии же говорят, что единое окно в процессе реорганизации. Эти услуги будут предоставляться только для министаров по вопросу социальных пособий. Мы сейчас обустроим дополнительные рабочие места для того, чтобы вот этих и таких больших очередений было. Но идет подготовительный период, поэтому должны люди понять. Заявки на предоставление судспомощи в холодный период года можно подавать до ноября.